Всем привет! Добро пожаловать на канал FoxTales! С вами Катерина. Пивная Академия открывает вновь свои двери. Мы сейчас идем в следующий сезон. Как мне говорит КВС, ну, соответственно, после нашей севушной рапсодии, конечно же, сразу мы телепортируемся в новое прекрасное далекое. Посмотрим, что нам в следующий год приготовит. Так, вы начнете ждать в следующее время года. Да, пиво, которое еще варится, исчезнет. Готовое пиво останется нетронутым. Ну, как нетронутым? Я его уже облобызала. Ух ты, весна наступила, судя по тому, что у нас шторочка поднялась. Откройте ежеквартальник пивовара. Бульк-бульк-бульк. О, вот он. Я говорю, только на опохмелку, а у меня вот ежеквартальник пивовара. Это журнальщик. Журнальщик обычный, как Космополитен. Только, говорит, приветствую тебя, пивовар. Виделись. Знаете, что самое прекрасное в приготовлении пива? То, что все его любят. Мало кто может похвастаться такой же популярностью, как домашний пивовар. Я выслал вам копии ежеквартальника пивовара. Журнал выпускает местный клуб любителей. Короче, здесь рецепты, статьи, каталоги. Контракты. Поэтому я хочу снова вернуться к теме популярности. Услуги востребованы пивовара. Контракты. Отличный способ заработать денег. Ну, я поняла. Так, мне надо выполнить контракт. Спокой, а? А тебя листать можно? О, можно листать. Обучение. А ты ничего? Так, что мы видим? Будут ждать новые рецепты, статьи. Каждый сезон появляется два новых контракта. Жетоны пивные дают мастерство. Иногда особые предметы. Можно выполнить оба контракта. Либо вообще ни одного, либо один. Океюшки. Если в каждом контракте есть определенное требование к пиву, это понятно. Почему-то непонятно, что обучение не двигается. Полэкрана мне вот эта надпись закрыта. Я не вижу, что здесь. А что мне сделать? Выбрать какой-нибудь контракт? Ну, давай темную материю возьмем. Теперь, когда вы определились с контрактом, пора выбрать рецепт. Окей. Где рецепт-то? Мы выбрали темную материю. Где он? Ну, если мы взяли темную материю, я предположу, что, наверное, вот эта вот смола. Давай вот этот рецепт с закрытым. Фиг его поймешь. Так, появляются. Где они у нас? Продолжить, продолжить. Вот. Американский стаут экстракт. Погоди, я какой-то взяла контракт купить. Что-то мне такое странное какое-то обучение здесь. Мы с тобой взяли контракт на темную материю. Стой, активное обучение, выполнение контракта. Это я поняла, что жетончики. Можно открыть каталог и пивопедию. Пивопедия мне нужна. Мне объясните. Вот моя темная материя. Слава богу. Вот, темная материя. Понимаете, вот это вот обучение, чтение занимает полэкрана. И очень-очень плохо, что его нельзя отодвинуть, посмотреть, что здесь за название. Нужно маленькую партию темной материи. Это мы сделаем. Это Космос заказал. Мы кто такие, чтобы противостоять вселенной. Короче, местная группа хочет немножечко оптиматериться. И заказала маленькую партию в честь выхода своего первого альбома. Нужно говорить, темная, как глубина вселенная пива. Это мы моем. Совет от Джеффа. Американский стаут – идеальный рецепт для этого контракта. Экстракт темного солода придаст... А я поняла. Американский стаут нужно, да? Экстракт темного солода используя от градиента. СРМ не меньше 20. А тут ИБУ не меньше 20. ИБУ не меньше 20 довольно-то неплохое. СРМ как-то маловато. Ну, это я взяла. Теперь нам нужно выбрать рецепт «Американский стаут». Я-моё, я поняла. Вот рецепт. Американский стаут. Это вот он. Ага, это открепить. Это закрепить. Во, я его закрепила. Йогошеньки, мы это сделали. Вот у меня появился рецепт. Это что за оп... Охренеть. Оно мне не будет тут апаться. Это типа я сама должна все делать. Да вы что? Я же вам астрофизик еще тот. Купить необходимо... Я с пивом буду ходить. Необходимый для рецепта ингредиент. А где они покупаются? Ага. В каталоге вы можете купить оборудование, ингредиент, также декоры для украшения. По мере прохождения будет нужно дофига всего обучения. Вкладка «Избранные рецепты» – полезный инструмент, где вы можете увидеть все сразу. Это какой рецепт? А где вкладка? А, вот он вкладка. А здесь вы увидите то, что нам нужно, и то, чего нету. Это у меня галочка, галочка, галочка. Вот этого у меня нет. 800 грамм. Это я понимаю. Ой, вот где покупать. За пивные блин же то... Это купил, да? За подстаканники пивные мы здесь все покупаем, понимаете? 20 грамм кластера. Так, и 50 грамм рагола. Купили. Дрожжи есть. Экстракт темного солода. 3 килограмма. Купили. Фух, ну все, закупили. Распаковать покупки. Ох, подожди, пиво, уйди. Хотя, пиво, если нет у тебя ножичка, можно сделать розочку и распаковать покупочки. Как тебя распаковать? Как тебе все складировать? Я не пойму, куда все складировать нажать? А, вот как, да? Короче, я все переношу себе на склад. Замечательно, чудесненько. Все, отлично. Сварить пиво соответствующим условиям контракта. Ну, погоди. Сейчас я фарточек свой поправлю. Кмелем подзапасуся. И пошли варить. Готовы? Варки. У нас нет трейлера. Мы не в пустыне. Но я помню, что нам нужно взять для начала кастрюлю. Нам 21 литр нужен. Маленькая кастрюля на 25 литров. Я ее достала. Так, погоди. А вот я могу тебя поставить? О, точно. Конюлю. Все замечательно. У меня есть крышка. Крышку надо убрать. Емкость для варки. Добавить ингредиенты для варки. А воду надо добавлять. Я не вижу, что мне здесь делать. Что-то я не пойму. А водичку-то надо? Угрожной солод. Погодите, стойте. Я ее не помню. А воду-то надо наливать. Так, вариации. Читаем. Емкость для оборудования. Солод. Добавить емкость для варки воды. 21 литр. Ага. Это емкость для варки воды. Это кастрюль имеется. Солодовый экстракт. Добавить ингредиент типа экстракт темного солода. 3 килограмма. То есть мне воды не наливать не надо. Я помню, что меня заставляли наливать воду. Сейчас, я так понимаю, без воды. Мы добавляем солодовый экстракт. Значит, мне надо ставить на плиту. Я помню, что на плиту надо будет ставить. Крышку снимаю. Теперь я беру солодовый экстракт. 3 килограмма. Томного солода. Солодовый экстракт. Это кто? Обычный солод. Интарный, темный. Что там? 3 килограмма надо. Есть. Тебя я сюда выливаю. Я надеюсь, я все правильно... Если я ничего не правильно делаю, то я уж не это... А, не, стой. Что не так-то? Вылить. Вот. Меня самостоятельно в этот Хогварт закинули. Говорит, твори, Катя, зелье. На дерьмодемона, похоже, который вырвался, блин, на свободу. А потом уже, говорит, сама тут разберешься. Все, вылилось. Да что ж ты так вытекаешь-то, как будто... Непонятно, что в тебе залито. Все, вылили. Оно не апается. Это что, мне самой надо? Ну, добавили. О, галочки поставили. Это я сама ставлю. Теперь. Вот это я, да, и уберу. Добавить. Так. Погружной солод. Добавить ингредиент типа емкость для варки. Черный солод высшего сорта. Черный солод высшего сорта погружаемый. 800 грамм. Это дрожжи. Это хмель. А, погоди. Я поняла. Это мешочки. Это наши мешочечки. Вот он, солод. 800 грамм. По-моему, 800 было. Дай проверю. Как неудобно здесь, что... Вот тут я не вижу рецепта. Сколько мне чего надо взять. 800 грамм. То есть сейчас все на память. А кто так делает по памяти? Я когда пеку блинчики там или что-то делаю. У меня всегда рецепт перед глазами. Я сверяюсь. Вы что? Нельзя женщинам говорить. Запомни. Кого? Запомни. Как пиво варить? Это же не... Красный бархат, блин. Ё-моё. Итак, добавили. Как добавить тебя? Е, поместив хури. Ну, все. Слушай, мне кажется, надо было воды добавить. Но у меня не написано добавить воды. Правильно? Не написано. Я следую рецепту. Если что, не получится, пофигу, не страшно. Выпьем и это. Как говорится, все, что 40 градусов, нормальное. Мы добавили нагреть сусло до температуры кипения 100 градусов. Хорошо. А как включить? Здрасте, мордасти. Температура 20. А как тебя нагреть-то? Я не понимаю, почему не нагревается. Потому что, наверное, воды надо добавить, да? Блин, ну там же не написано было добавь воды. Это вот в рецепте. Юпи, добавь воды. Все понятно. А здесь какая-то хрень. А как тебя добавить? Не выключить. Предположу, что надо все-таки набрать воды. Давай-ка я вот эту заберу. Ну и ладно, пусть у нас будет так. Во! Пошла водиться. Сейчас мы напьем. Сколько нам надо было? Ну-ка ты, подожди. 21 литр набрать. Это я долго так буду. Давай чуть-чуть мотанем время. Стоп, стоп, стоп. Не так. Стоп, 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 стоп. Ядра на вошь много. Стой, выключись. Выключись. Горшочек не варим. Бляха, муха. 21 минус 2. Нормально. Берем. Теперь должно у нас все закипать. Вот, температура появилась. Ну, подумаешь, я вначале это налила, потом в воду. Какая фиг разница, правильно? Все же у нас есть ингредиенты. Теперь до сотни нагреваем. Ждем. Ух ты, а че это так замедлилось? Ух ты, а че это, че это, че это, че это? О, закипело! Ура! Стой. Че, мне не хватает? Сотня должна быть. 3, 2, 1, давай. Барабум! Есть. Есть, закипело. Теперь, что следующее? Господи, мне аж прямо это, что-то разволновалось. Удалить емкость черной... Вот эту хрень удалить. Уходи, ты не нужна. Хмель. Добавить в емкость хмель 20 грамм кластер. Кластер хмель у нас здесь лежит. Это я помню. Это не то. А хмель где у нас? А ты че не хмель? А ты не хмель! Я тут захмелела пока кластер. Где у нас? 20 грамм. Так, это двоечка. Добавили. Е поместили. А теперь, что дальше? Добавить емкость... Добавить в емкость на 50 минут хмель кластер. Ага, на 50 минут. Ну, то есть я теперь должна... Можешь здесь полежать? О, хера себя раскатяшила. Вот это яичный мешок. Теперь надо сколько? 50 минут ждать. Засекаем время. Подожди, сколько 50 минут? 33, 43, 0, 3, 13... До 23 минут. Ну, на час получается, да? Давай, короче, где-то там вот разберемся. О, все-все-все-все-все-все-все. Не-не-не-не-не-не. Теперь. Добавили. Теперь добавить... Что еще надо? Добавить в емкость на 10 минут зеленый хмель рагл. Ага. Подожди, время-то выйти отсюда. Ах, ну-ка. А сколько грамм? Нет-не-не, возобнови. Вы что, у меня в самый процесс. 50 грамм рагла. Так, ну давай, рагнем на 50 грамм. Это мы мы можем. Еще на 10 минут. Опять время за секретарю. Добавили уже дивизию. 27, 37. Все, понятно. Это быстрее будет. Стой, 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 стой. Что надо? Убрать. Удалить, удалить. Чуть-чуть передержали. Ну, как там пивасик-то у нас, а? Нормально. Чувствую нотки, поэтому я немножко уже на взводе. Охладить сусло до 20 градусов. Это надо выключить плиту. Так, как у тебя выключить? А, тоже время подождать, да, соответственно? Ух! Тут пока нету такого импровизации. Нету. Тут все надо четко-четко. Тайминг, тайминг гребаный. А я так не могу. Мне надо полет души широкий. Мне же надо что-то делать. Болтать о чем-то. А я не могу мыслями собраться. Мне тут за пивом следить надо. Как вы, пивовары, с этим справляетесь? Я понимаю, самогонку ставить. Там поставил брашку. Сахар засыпал, дрожжи засыпал. Она у тебя стоит, бродит. Ты потихонечку там пробуешь, дегустируешь, пока жинка не видит. Вот. А потом все это ставишь на плиту. Ставишь вот эту флягу. Ставишь прозрачную бочку. Вот эту вот, как она называется? Ну, такая бутылка. Всякие у тебя там трубочки. И у тебя там бурлит, бурлит. Это все нормально. А ты только дегустируешь. Ну, пиво тяжелее варится. Я возмущена. До 20. Давай. Ну, 20 уж. Мне серьезно надо ждать прямо до нуля? Три. Два. Один. Ох ты мой. Все. Считаем. Будем считать, что оно выключилось, да? Теперь. А добавить полученную... Что там напишено? Добавить полученную... Сколько мы играем? Надо еще чуть-чуть выиграть. В емкость для брожения. Я поняла. Емкость для брожения. Это у нас где-то... Ну, что, ее не покупали? А, вот она стоит. Как она тут появилась? Она стояла все время? А почему у меня 17 литров? У меня же заказ на 21 литр был. Вылей. Что-то как ты меня... Я так поняла. Вода у меня выпарилась. Выпарилась. Надо всегда 25 заливать. Потому что вы парка. Она вот... Ну, это не туда и не сюда. О, видишь, как я красиво? Создаю уют. Это от чего у меня вот эта долька лимона? А, толком. Прикольно. Значит, добавили емкость. Для брожения дрожжи добавить. Ингредиент типа емкость калифорнийский элевые дрожжи. 150 грамм. Да не то. Выйди, не здесь. Элевые дрожжи. Ага, 150 грамм. А, все нормально, далось. Далось, далось. Выливай. Какую-нибудь анимацию руки. Вообще классно в этой бы игре, если бы вид был от третьего лица. То есть стоял бы персонажик, и он бы там делал, с колпачком ходил, палец засолил, так, ну-ну-ну, нормально. Нормально, так, и уст своих поправлял. Было бы здорово. А пока как-то так вот. А пока я в роли Каспера. Добавили. Добавили. Теперь, ну что следишь? Ферментировать при температуре в 20 градусов в 15 дней. Закрой крышкой. Все, да, оно ферментируется? Не, оно сюда не ставится. Куда тебе места не хватает? Ну, температура 19,83, почти 20 градусов. Значит, в 15 дней мы с тобой пошли на боковую. Нанюхались паров, нам как минимум, говорит, доктор, чтобы все это выветрилось, пожалуйста, поспите 15 дней. Или мы вас введем в специальную медикаментозную комбу, блин. Останете вы навсегда в мире пьяных эльфов. Теперь, что у нас следующее? Додавите ингредиент и емкость для кукуруза и сахара. Я помню, я сахар видала. Стою. Крышку снять. Добавить полученную смесь в емкость для выдержки. А, это вот эта переливка, да? Ой, фу, она какая-то тут багнутая. Мне не нравится. Все, уберись. Конюлька, ты нужна, я помню, тебя надо. И... Нет. Вот, емкость для выдержки. Берем. Ее куда-то вниз надо ставить. Давай крышку, может, закроем. Может, так лучше будет идти? Присоединить трубку. Открыть кран. Открыла. О, пошло переливаться. Блин. Когда я здесь начинаю мотать время, оно останавливается, багается. Поэтому я, пожалуй, просто подожду вот таким вот макаром. Давай посмотрим, что еще здесь можно сделать, пока оно у меня переливается. И продолжим уже. А знаешь, я что хотела посмотреть в каталоге? Так, вот. Нет, не то. Блин, где? Вот. Декоративные предметы. У меня 105 жетонов. Давай что-нибудь поставим на кухню. О, коврик. Сколько стоит? 25. А ты сколько? Блин. Светильник. Надо посмотреть на кухню. Что у нас здесь? 2 литра. Это долго будет. Куда можно ковер поставить? Вот сюда можно, допустим, положить. Да? Всяко будет поуютнее. Здесь же у нас ковер лежит. Да, лежит. Или картину какую-нибудь повесить. Сейчас я посмотрю, потому что пока мне там делается, хочу немножечко поукрашать. Я знаю, что мне как бы деньги надо приберечь. О, радио. Магнитик на холодильник. О, картину. Точно. Погнали картину. Давай упор этого кота. Или таксу. Таксу такая, говорит, мне хватит. Таксу мне хватит. Коко. Ага. Карлос. Карлос. Он говорит, я Карлос. Пошеничное пиво. Не, давай упоротого котика. Приехал. Приехал упоротый котик. Я его вот сюда повешу. С котами всегда веселей. Во-первых, это твой друг, подруг, сопивчик, который может помочь в дегустации пива. Поподировать. Конечно, нехорошо спаивать котов. Но я знаю, что многие животные любят пиво. И говорят, ну прям вот чуть-чуть. Ну дай хозяин вот попробовать. Где моя каталога? Нет. Где мой кот, которого я хочу спаить? А все поняла. Вот скорее всего он вот здесь. Митин, Митин он. Митинка, пошли. Если пиво не получилось. Да подожди, как не получилось. Святой кот со мной. Как же пиво не получится? Под метежкой сейчас все нормально будет. Сколько у меня здесь? А, режим обустройства? Уйти из режима обустройства. 7 литров. Давай попробуем ускорить время. Вот смотри, я ничего не делаю. Я жму. О, нормально идет, да? Во! Какого хрена оно остановилось на 16? И все. И оно перестало, видишь, переливаться. Почему-то оно багается. Я не знаю, почему. Режим устрой. Давай в режим устройства перейдем. Так-так-так, вернемся сюда. Оно все не переливается. Может, кран открыть-закрыть? Полилось? Нет. А если еще раз? Ага, ага, ага. Вот так вот. Тун-тун-тун-тун-тун. 0,87 осталось. Да плевать, давай на этом остановимся. Все, надоело мне. Отсоедини трубку. Хорошо. А теперь берем емкость. Давай ее куда-нибудь поставим. Здесь рядышком. Ну как места нету? Ну вы че? Вот. Ой. Ложись, пожалуйста. Теперь выдерживать течение. Это мы сделали полученную емкость для выдержки. У нас полная. На 16 литров. Выдерживать в течение 21 дня. Давай, 21 день. Уже еще дольше. Чем обусловлено такое количество ожиданий? Вот я говорю, если вот здесь рецепт настоящий, то классно. А если не настоящий, то как бы можно было и за час все управиться? Попробовать пиво. И все? И перелить вторую для хранения. Ну пошли попробуем пиво. Я помню, вот здесь пробуется пиво. Вот дегустация. Впечатление от дегустации. Пиво не прошло. Вкусовое тестирование. Слишком маленький размер партии. Добавьте воды в емкость для выдержки, чтобы это исправить. А почему? Я же полную набирала. Ну мы сейчас будем бодяжить. Вы понимаете, что мы сейчас будем... Емкость для выдержки. Так, а как тебе? Подожди, поместись. Дай-ка я открою. Крышку открою. Мы с тобой сейчас просто разбодяжим пиво. И толкнем... Какому-нибудь барбайкеру. Не плевать. А как тебя поставить? Да я не хочу отмыть предмет. Мне говорят, вращать вы... Не надо выливать. Хорошо, допустим, давай вот так вот сделаем. И вылим. 16, сколько там? 21 минимальная партия. Все, все, все. Выключить кран. Что-то я не пойму. Ну, как так? Я набирала четко. Я помню прекрасно. Нельзя вылить жидкость в эту емкость? А в какую можно вылить? Вот сюда можно вылить. Да. Давай вылим прям чуть-чуть. Все, все, все. Много. Перестать выливать. Окей. Да подумай, что там запались, что у меня все разбавлено. Никто не запались. Ставься сюда. Краны, откройтесь. Я не хочу вниз. Открыть. А я трубку не присоединила, как так? Давай еще раз. Присоедини трубку. Присоедини трубку. Открыть кран. Открыть кран. Добавляем воды. Добавляем воды. У меня такое пиво, понимаете? Там просто обязательно. Вот такое настоянное, классное. И надо просто добавить чуть-чуть воды, чтобы его разбавить. Ну, слишком крепкое. До 21 литра надо догнать. Добавляем воды. Ну, я буду знать, что, получается, жидкость выпаривается над... Бляха, муха! Ёб твою мать! Закройся! Ой, кора, ё-моё! Вот за меня пивовар такой же, как кондитер. Взяли. Пошли. Пробовалась. Бульк-буль-буль-буль-бульк. Я там немножечко сболтыхнула. Ой, ну мы сварили! Мы сварили! Мне квест апнется! Темно! Есть! Высокая карбонизация. Размер партии чрезвычайно мутная. Нормально, хорошо. А что там на него смотреть? Там смотреть ничего не надо, его пить надо. Солодовая сладость нормальная. Чистый, выбодрящий вкус. Кислости нет. Привкость жареных зерен. Солодовая сладкость. Фруктов и пряностей. Неприятный вкус натрии. Идва идеально. Шоколад, кофе. Бог ты мой! Я сама бы сейчас его выпила. Совпадение с рецептом! Ой, как хорошо! Американский стаут. Только для пивоварни. Все получилось у меня? Обучение. Некоторые контракты требуют пива определенного стиля. Чтобы выполнить это условие, обязательно выберите нужный стиль здесь. Но помните, что это должен быть один из пятистилей, который пиво больше соответствует. Так, у меня стаут, да? Когда пиво разлито по бутылке, вы можете завершить контракт или вернуться в рабочее пространство. Если вы не завершите контракт, емкость для выдержки с готовым пивом будет ждать вас на стеллаже в погребе. Вы сможете воспользоваться этим пивом позже. А стиль. Американский стаут. Я подтверждаю! Бутылка бельгийская. А, ну у меня нету назад. Сосуд для питья. Мне кажется, стаут, вот эту темную мою материю, мы же для вот этих рокеров, шмокеров делаем. Бокал для стаута. Как раз мы его и взяли. Я как угадала. Подтверждаем. Изготовление этикеток. Название. Ой, в прошлый раз мне классное название посоветовали. Я так и назову. Ураган Катрина. Вот чтобы вот так вот. Темная материя, да? Ну у меня ураган. Темный ураган Катрина. Вот так вот будет. Мне нравится, когда вы мне название советуют. Спасибо огромное. Классное название. Вот так вот. Я буду бушевать в ваших головах. И что? Этикетку. Ну надо. Давай каком-нибудь рисунок все-таки сделаем. Шаблон этикеток. Что-то с ураганом связано. Что-то что... Петухи, блин, одни у меня. Ну вот. Как раз для темного подходит. Рисуночек можно выбрать. Нет? Нормально, нормально. Все оставляем. Границы фона. Стиль пива. Это так. Нет, это не то. Амплитуда назад. Я знаете, что хотела? Доля пива. Название пива. Вот название. Размер. Я не пойму, почему он у меня... Сияет. Амплитуда, частота. Вообще ничего не меняется. А, ну вот он фиолетовый уходит. Ну вот давай. Пусть такой будет. Выбранный стиль. Назад. Что мы еще объем? Кажется нормально. Такое оставляем. Подходит прям идеально. Мне не дают новых бутылок. Но здесь у меня все нормально. Ф. Предложить пиво. Давай. Я тебе предлагаю пиво. Кому мы его предлагаем? Есть. Прошли. Чтобы выполнить контракт, пиво должно соответствовать его требованиям. Когда вы отдаете пиво, вы больше не можете им воспользоваться. Но у вас остается одна бутылка, которую можно выставить. Клевенько. Мы с тобой сделали темную материю. Темные урага. Ух ты. Что у меня? Маленькая партия. Сэромы не меньше 20. Мы все выполнили. Мне даже бонус дали. Предлагаем пиво. Выполнено. Есть. Пиво шикарное. Отменное. Сносит голову напрочь. Большой взрыв. Тебе покажется маленьким пуком. По сравнению с тем, как мое пиво жахает в головешку. Хобби привет. Депрессии нет. Классный слоган. Обучение пройдено. Поздравляем. Вы выполнили свой первый контракт и завершили обучение. Что же дальше? Решать вам. Вы можете взяться за второй контракт, попробовать сварить другое пиво или попробовать сделать рабочее пространство уютнее в режиме обучения. Когда вы будете готовы, переходите в следующий сезон. Но это понятно. Это мы разобрались. А где? Так, подожди. Надо как-то вот красиво расставлять, да? Когда вращать? Есть. Где моя рапсодия? Ой, это бочонок с пивом. Сивушная рапсодия. А урагана Катрины нет, потому что мы его с тобой сдали по контракту. Ну-ка, давай-ка сюда поставим. Пусть у меня здесь моя выставка бутылок. Я хочу новую бутылку. Мне нужно, чтобы мне новую бутылку дали. Ну, пусть как-то так. А что я с этим взять могу? Ой, можно еще пробовать. Прикольно, ребят. Здорово. Ну, давайте на этом остановимся. Контракты прошли. Обучение сделали. Если понравится игра, пиши. Продолжим следующую какую-нибудь свободную... Свободную полету сделать. Выберем новый контракт или сварим свое пиво. Намотим что-нибудь такое этакое. Поддержи, пожалуйста, лайком. Пиши комментарий. Обязательно подписывайся на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok